всем привет и с возвращением а в предыдущем видео мы фактически закончили кодирование нашей программы прямо сейчас мы должны быть готовы и действительно попытаться запустить ее так что есть еще одна вещь которую нам действительно нужно добавить но мы можем добавить ее после того как протестируем саму программу и посмотрим действительно ли она работает хорошо сейчас я протестирую список паролей RAC UTXT ты можешь использовать любой список паролей который захочешь по сути прямо сейчас мы не пытаемся использовать грубую силу прямо сейчас мы пытаемся посмотреть действительно ли это работает затем после этого мы укажем правильное имя пользователя и пароль в каком-нибудь списке и посмотрим сможет ли он найти действительно правильное имя пользователя и пароль после этого, так как если я просто открою свою программу, упс, я прямо здесь, вы действительно можете увидеть, что у меня нет реальной функции, которая фактически выведет пользователям информацию об использовании этой программы, поэтому нам придется закодировать и это, но это довольно просто и не нужно на мальчик, сказал он, в этот момент, значит мы можем просто запустить эту программу прямо сейчас, позволь мне просто удалить базовую аутентификацию как PySafe, так как я переименовал файл в базовый код Py, так как он намного короче, и прямо сейчас мы знаем, что можем запустить его с помощью этого, а затем мы можем указать все параметры, которые мы добавили в нашу программу, что составляет минус W для URL-адреса, который будет HTTP 192.1681 года, один для IP-адреса моего маршрутизатора, затем минус U для имени пользователя, которое я буду использовать, на самом деле не имею в виду, мы не сможем использовать грубую силу с этим именем пользователя, но это не имеет значения, количество потоков должно быть 5 и файл, который мы будем использовать, давай установим путь к спискам слов общего доступа пользователей, а затем ROG TXT и прямо сейчас мы действительно можем нажать Enter и посмотреть, хорошо ли это будет работать с нашим закодированным Братефарсер, так что мы можем видеть, что он проходит через все эти пароли, и мы можем видеть, что наша программа действительно хорошо работает, прямо здесь было перебрано около 15 паролей, они, конечно, недействительны, и после того, как я указал контрольную букву S, там было написано прерванно, так что наша программа работает хорошо прямо сейчас, прежде чем мы на самом деле попытаемся применить грубую силу с правильным именем пользователя и паролем, давайте на самом деле позволим мне просто перезапустить терминал, так как он немного отстает, и давайте добавим функцию, которая фактически выведет пользователей об использовании этой программы. Итак, мы с Nenow Basic Attentication можем добавить эту функцию прямо здесь, на самом деле это не имеет значения, что мы хотим сделать, так это просто предоставить пользователям простое использование этой программы, описание всех команд и простой пример самой команды, так что мы можем сделать это с помощью нескольких команд печати, или с помощью одной команды печати с тремя одинарными кавычками, как мы видели в моем создании бэкдера, мы можем использовать три одинарные кавычки в начале и в конце строки, чтобы указать строку, которая будет многострочной. Теперь нам не нужно этого делать, мы можем просто использовать опцию печати для всего. Давай воспользуемся функцией, называемой Usage, и мы сможем напечатать Usage, которая будет первой строкой. Вторую строку можно переместить как одну вкладку, так что минус W, W, а затем URL, а затем давайте уточним в скобках, например, http.sumsity.com, так что мы указываем в скобках, мы заключаем двойные кавычки, мы печатаем следующее использование, так что минус U для имени пользователя, так давай же поставим этих двоих так, чтобы люди знали, что им нужно это разделить, так что это будет имя пользователя примерно так, затем выведи следующее, так что минус 3 за те темы, в которые я лею. Да, темы закрываются двойными кавычками, и последний или фактически последний вариант будет минус F для самого файла, так что проверь пароль. Хорошо, и так, прямо сейчас мы хотим напечатать простое использование, или простой пример использования, чтобы примером мог быть фактически базовый путь Py-W для ссылки. Итак, www какой-то сайт.com минус вы для имени пользователя, которое может быть администратором, минус T для потоков. Это может быть 5 минус F для файла с паролями, который может быть передан в формате txt, и когда мы преобразуем его в строку. И у нас есть функция использования, закодированная в нашей программе. Теперь все, что нам нужно сделать прямо сейчас, это вызвать эту функцию где-нибудь из нашей программы. Так что давай посмотрим, куда мы можем ее добавить. Нам нужно добавить это прямо здесь. Поэтому, как только мы действительно наберем баннер, нам нужно установить простой цикл, если еще. В основном это проверит, нужно ли распечатывать использование или нет. Так, например, если пользователь указывает другое количество аргументов, добавляет какой-то несуществующий аргумент, или не использует необходимый аргумент. Например, они указывают URL-адрес, имя пользователя и темы, но не указывают список паролей, наша программа все равно не будет работать. Поэтому нам нужно указать это в начале программы, прежде чем она начнет делать что-то еще. Нам нужно указать, равно ли количество аргументов пяти. Ведь на самом деле у нас пять аргументов. Теперь вы можете спросить, откуда у нас пять аргументов, когда у нас здесь всего четыре. По сути, имя самого файла или самой программы также считается аргументом, так что мы должны включить и это тоже. Так как же мы можем это сделать? Мы можем сделать это просто с помощью этого. Итак, если длина аргументов сис меньше пяти в основном, как я уже говорил, пяти аргументов, мы напечатаем использование нашей программы. Итак, мы вызовем эту функцию, которая затем напечатает то, что мы напечатали прямо здесь. Так что пользователь будет знать, что ему нужно указать, и тогда мы сможем закрыть саму программу. Так что выходите из системы, и мы должны быть готовы прямо сейчас. Так что давай посмотрим, как это будет работать. Все готово, мы готовы к отъезду. Так что давай нажмем Ctrl-O вот так, Ctrl-O, затем LS. Тогда предположим, что мы просто хотим указать URL-адрес, поэтому HTTP, Google.com мы указываем только это. Мы просто запускаем это, и вы можете видеть, что мы получаем баннер и простое использование команды. Так что прямо сейчас, если пользователь запускал это в первый раз, он прямо сейчас будет знать, что делать. Так что давайте на самом деле проверим, работает ли это. Теперь имя пользователя для моего маршрутизатора и пароль тоже Opera. Я установил его для этого видео, чтобы мы могли посмотреть, сработает ли это. Так что давай я сохраню пароли в формате TXT в этом каталоге, и здесь мы укажем несколько случайных паролей. Итак, пароль администратора root, 1234, привет, мир. В принципе, мы можем просто ввести здесь все, что угодно, включая цифры, а затем давайте здесь введем ваш номер телефона, затем добавим что-то еще, и на этом все. Так что прямо сейчас у нас есть правильный пароль для моего маршрутизатора прямо здесь. И теперь мы проверим, действительно ли самой программе удастся найти этот пароль прямо здесь. Так что дай мне посмотреть, все ли готово. Мы запускаем базовую карту PAY и видим, как она используется. Так что давай введем команду, минус whttpip адрес моего маршрутизатора минус u, имя пользователя telecom минус t. Давай используем пять потоков и минус f для списка паролей, который мы хотим использовать, который находится в моем текущем каталоге. Так что все, что мне нужно сделать, это указать имя самого файла. Теперь, если я нажму здесь Enter, мы увидим, что он действительно быстро нашел правильный пароль. Так вот прямо здесь вы можете видеть, что он прошел через эти пароли, они недействительны, недействительны, а затем он нашел пароль, найденный телекомом. Так что мы действительно увидели, что наша программа работает отлично. Она может найти пароль, она может очень быстро применить грубую силу, используя наши потоки. И она, скорее всего, будет работать в любом случае, когда у вас есть базовый протокол аутентификации или в основном базовая аутентификация на вашей странице входа. Вот и все, что нужно для этого кодирования нашего бродфорсера. Прямо сейчас. Мы продолжим просмотр еще нескольких видеороликов на следующих лекциях, а затем закончим и завершим наш курс. Надеюсь, тебе понравился этот раздел по кодированию, и я надеюсь увидеть тебя на следующей лекции. Пока.